Ре. Вис Этерс Ирте. Что самое тяжелое в изучении китайского языка? Произношение. Китайский язык имеет четыре тона. Ма, 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 ма. И эти все четыре тона имеют разное значение. Также иероглифы. Есть иероглифы легкие, которые можно встретить везде, а есть такие, которые очень тяжело запомнить. Даже моя учительница иногда пользуется телефоном, чтобы вспомнить, как же писался тот иероглиф. Конкурсанты выполняют несколько заданий. Они должны представиться, произнести речь, ответить на вопросы о Китае и принять участие в шоу талантов. 12-летняя Александра для последнего задания выбрала традиционно латышский инструмент коклы. Китайцы знают, что такое кокла? Ну, не все. Когда я сегодня пришла с этим инструментом, все были довольно удивлены, потому что они знали, что это и как на нем играть. Но я знаю, что в Китае есть очень похожий инструмент. Какое у тебя любимое слово на китайском? Ну, так, чтобы любимого слова не было, но мне нравится латфо вэйя. И что это? Это латвия. Елизавета 6 лет изучает китайский. Свою дальнейшую профессиональную деятельность девушка связывает с международными отношениями. Но и, кстати, именно она будет представлять нашу страну на всекитайском конкурсе языка. Это и есть главный приз национального отбора. Почему именно китайский? Потому что сложно, а мы не ищем легких путей. Английский слишком просто. Это моя вырезанная мышка для конкурса. Я на нервах вырезала ее буквально за один вечер, потому что я очень волновалась. И это помогло мне расслабиться. Ричард начал изучать китайский, потому что его заставили родители. Но после он и сам понял, что эти знания ему могут пригодиться в дальнейшем. В конкурсе он принимает участие уже в третий раз. Рассказывал я сказку про праздник весны в Китае, о том, как его празднуют и вообще историю его. Вот эта поделка из оригами, это была фантазия. Я делал из одной бумаги три разных поделки. Я слишком сильно перенервничал из-за большинства камер, поэтому я плохо выступил. А вот Анастасия. В прошлом году девушка ездила в Китай представлять нашу страну на международном конкурсе китайского языка. Тогда в серьезной конкуренции Латвия заняла 30-е место среди всех стран мира. Это при том, что Анастасия изучает китайский только два года. На каком уровне можно выучить китайский за два года? На хорошем уровне, на разговорном уровне можно уже разговаривать с китайцами, что-то объяснять. То есть, если ты приедешь в Китай, ты там не пропадешь. Китай предоставляет очень много таких возможностей, чтобы детям все больше и больше нравилось учить китайский. Всякие такие бесплатные конкурсы, поездки в Китай, это очень здорово. Главный специалист Латвии по Китаю, он же первый посол независимой Латвии в Поднебесной, Петерис Пилдыгович. Профессор рассматривает книгу о Старом Владивостоке, городе, который стал окном в Азию для многих востоковедов. Часть своей жизни там провел и Петерис. А вот как все начиналось. Целыми днями на стадионе ВЭФ лупил футбол, играл в футбол. Но мне нравилось в то же время и читать книги. Я приходил время от времени в библиотеку. В библиотеке на русском языке я увидел журнал «Китай». Впервые в жизни увидел иероглифы. Как-то вот все это запало, и здесь у меня стало складываться такое убеждение, что я хочу профессионально изучать китайский. Что касается национального конкурса китайского языка, то по его итогам сформирована сборная. Она в октябре отправится в Китай, где примет участие на международном конкурсе китайского языка.